Губернатор Приморья Олег Кожемяка побывал в одной из воинских частей в поселке Сибирцево. Он привез бойцам квадрокоптеры, рации и другое оборудование, без которого не обойтись на фронте. Могу сказать, что вообще приморские воины, приморские части всегда стоят жестко, никогда не бросают позиции, никогда не бросают своих. Мы даже смотрим это по нашему батальону «Тигр», который работает вместе в взаимодействии со 155-й бригадой морской пехоты. Там люди более старшего возраста, 55+, но могу сказать, что никогда еще за более месяца боев ни один не оставил своих позиций, завоевали уважение даже в гвардейской бригаде морской пехоты. Поэтому ни возраст и ни какие-либо физические заслуги делают воина стойким и, скажем, позволяют сохранять жизнь себе и товарищам, а именно сплоченность, отсутствие паники, то есть выдержка. Также губернатор ответил на вопросы военнослужащих. В частности, заявил, что каждый из мобилизованных получит необходимое снаряжение. Каждый получит и спальный мешок, каждый получит необходимое снаряжение и бронезащиту соответствующего класса. Мы со своей стороны сейчас начинаем комплектование. Войск много и задач много, поэтому мы на полигоны сейчас развозим аппаратуру, и квадрокоптеры, и рации. То есть чуть позже начнем получать тепловизоры, которые пойдут тоже вам. Кроме того, глава региона рассказал о той поддержке, которую население оказывает сейчас всем призванным в ходе частичной мобилизации. К примеру, в школах дети на уроках технологии вяжут шарфы и носки, пишут письма со словами благодарности и пожеланиями скорее вернуться домой с победой тем, кто встал на защиту Отечества. Артем Белов, Новости на Восьмом.